Друзья, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов drshilov.com и korrektura.ru Серьезный вопрос, который часто задается в кулуарах, но так редко его можно увидеть в какой-то деловой литературе, в литературе по бодибилдингу, в литературе по диетике, коррекции фигуры. То есть, если захочется вот так вот найти быстро ответ на данный вопрос, оказывается, что найти его не так уж и просто. Искать же ответы на форумах, где общаются все между собой, не имеет смысла в принципе, потому что советы часто дают там люди, которые не то что не в теме, а те, которые продвигают свою непосредственную точку зрения, как им это кажется. А тема какая? Как влияет алкоголь на коррекцию фигуры? То есть, на массонабор и наоборот, предположим, на похудение и на сушку. Так вот, почему на форумах это бесполезно? Потому что человек, если имеет желание принимать алкоголь, он будет продвигать непосредственно свою точку зрения, даже если она абсолютно неправильная и ничем не подкреплена, кроме как его пониманием данной темы, как ему это кажется. И там аргументы вплоть до таких могут идти. Один раз живем, да если не это, так и зачем же вообще тогда идти пожить, а какие еще могут быть удовольствия, а как же праздники. То есть, понимаете, аргументы не рациональные, они не базируются на каком-то конкретном понимании темы и знании вопроса. И все наоборот, если человек абсолютный трезвенник, он будет продвигать эту точку зрения, что это не надо ни в коем случае с позиции того, что не надо затуманить в себе сознание, не там извращать это понятие, алкоголь это наркотик, и там и там есть своя доля правды, но в итоге, понимаете, ничем настоящим это не подтверждается. Некоторые пытаются дергать какие-то статьи из Википедии, что-то там черпать из биохимии и так далее. Так вот, рассказывая сегодня в этом видеоподкасте об этой теме, я не буду захламлять вам мозги именно биохимии, о том, как алкоголь влияет на обмен веществ, как он встраивается в цикл Крепса, какие энергетические функции он выполняет, какие там молекулы, фигекулы. Не буду никакие диаграммы приводить, нет. Я вам расскажу с точки зрения здравого смысла и логики, но базируясь, конечно, на научных знаниях в области физиологии и медицины, поскольку я сам врач, мануальный терапевт, ортопед-травматолог, хирург, образование у меня медицинское, спортивной физиологией я занимаюсь очень давно, и последнее время еще занимаюсь спортивной нутрициологией, коррекцией и фигурой в том числе. Вот, смотрите, скажу вам сразу, какую я буду продвигать точку зрения. Я как раз отношусь к тому числу людей, которые против алкоголя. Я алкоголь вообще не употребляю ни в каком виде. Ни пива, ни вино, ни водку, ни коньяки, ничего. Но так было не всегда. Еще три года назад я мог выпить пив и пивка, и по праздникам с друзьями посидеть, и даже просто после работы, там как-то прийти вечерком, там и все нормально. Я расскажу сейчас, как это все было. И весил я тогда 105 килограмм. Весил. Сейчас я вешу 75 килограмм. Так вот, в какой-то момент мне пришло желание похудеть, скорректировать свою фигуру. И учитывая тот факт, что в рамках той программы, которая была мне определена в плане питания, которую я сам себе прописал, и которую мне помогли составить мои друзья, которые в этом хорошо разбираются, вот, основным, вернее не основным, а одним из положений было правильное построение диеты и режим питания. И одним из элементов было то, что вечером, после определенного количества времени, не после шести, но предположим после семи, нужно не есть. То есть, а уж тем более не есть какие-то продукты, которые вообще не надо бы есть на ночь. Это, как правило, сладкое и жирное. То есть, можно белок, там, да, с большим содержанием аминокислот, какие-то продукты, с большим содержанием белка, да. Но жирного и сладкого нет. И вот. И первое, с чем я столкнулся, что на самом деле было совершенно очевидно, что принятие любого количества алкоголя вечером, любого, в самых минимальных дозах, будь то стакан пива, или, не знаю, там, рюмка, вина, вине, маленький бокальчик вина, рюмка, там, алкоголя крепкого, стимулирует аппетит настолько, что либо впадаешь в депрессию от того, что ты не можешь по-человечески закусить, да, и вынужден пить, как алкоголик, то есть, просто чисто, вот, сам алкоголь, то есть, этанол вообще непосредственно. Либо приходится это закусывать. А закусывать приходится чем-то, безусловно, вредным, потому что принятие алкоголя стимулирует аппетит не просто как таковой, а именно к тому, чего больше всего нельзя. То есть, именно к углеводам и жирной еде, а именно к жирной жареной, которая содержит большое количество экстрактивных веществ. Это борщец с салом, с пережарочкой, там, да, это какая-то свинина жареная, это какие-то шашлыки, там, не знаю, какие-то копчености, ну, и чтобы жирок там был, и все такое прочее. Вот этого хочется. Вот. Любое количество приятелей. Вы все прекрасно это понимаете, да, если вы, конечно, ездили на шашлыки, да у вас у большинства пошла сам слюна сейчас, когда я перечислил эти свои блюда. И если когда-то их еще можно съесть, там, днем или с утра, там, да, то вечером, если вы корректируете свою фигуру в плане похудения, ну, их категорически есть запрещено. И тогда пришло понимание к тому, что алкоголь-то, в принципе, вообще противопоказан вечером. А когда его? Только вечером, да, не будешь же с утра, там, или днем, там, алкоголь принимать. Да и особо нет желания, если вы не алкоголик, да, вот, таким образом поступать. И поэтому я отказался от алкоголя, в принципе, вообще. Там был ряд еще другой причин, ряд других причин. Со здоровьем это, они не связаны никак. Они связаны были с личным примером для своих детей. Ну, вот, об этом у меня отдельные подкасты о том, как надо являться примером своим детям. Если вы хотите, чтобы они не курили и не выпивали, то что вы для этого должны делать, да. Но это не предмет вот этого данного конкретного видео. Ну, так вот. Вот, и отказ от алкоголя сразу же дал офигенный толчок для того, чтобы все то, чем я занимался, начало работать. И поэтому вот это я рассмотрел одну причину. Такую, как, значит, аппетит. И вторая причина, вернее, второй рычаг, это мотивация и работоспособность. Вот эти два ключа, на которые влияет алкоголь, я, в принципе, в этом видео и рассмотрю. Не хочу его сильно размазывать и затягивать, поэтому постараюсь, значит, изложить эту тему довольно коротко. Может, я не захвачу все моменты, поэтому обязательно, значит, когда просматриваете видео, пишите что-то в комментариях, в отзывах, ну, поспорим. Если вопросы будут какие-нибудь интересные и потребуют развернутых ответов, на что-то я прямо там отвечу сразу, а на что-то, может, запишу дополнительные видео. Ну, так вот, по поводу аппетита. Видите, для тех, кто является, значит, эндоморфом или мезоморфом, алкоголь вообще не подарок, да, в любое время. Потому что, если вы следите за фигурой, и хотите, чтобы тело было сухое, да, мышечное такое, подтянутое и жесткое. Вот. Потому что, как я сказал, принятие алкоголя в любых количествах, любого, будет стимулировать аппетит, причем к принятию тех продуктов, которые наиболее вредны для данной темы. Очень трудно будет вам себя контролировать. Либо вы загоните себя в депрессию, вот, отказами, будете бороться сами с собой, либо вы не будете выдерживать должным образом тот режим, который нужно. А вот кто хочет поправить, скажет, что, как это хорошо-то, в принципе, можно себя простимулировать, да, то есть, потому что трудно, предположим, там, грудки жрать одни там, да, вареные, или даже вжареные, вот, или там рыбу там, и вообще белка много трудно, ну, трудно съесть. А тут алкоголь простимулирует, я вроде буду есть. Тут бы надо заставлять бы себя выжрать-то. Алкоголь простимулирует. Вот, ребят, на самом деле, все двояко. Я вам сейчас вот объясню, почему алкоголь, даже простимулировав, как сказать, прием нормальной еды в большом количестве, не простимулирует у вас мышечный рост, и вообще рост, это массонабор в том плане, в котором нужно. Вот, жировой набор, возможно, простимулирует, а вот мышечный, нет, не простимулирует должным образом. То есть, дело в том, что алкоголь, он является очень нехорошим энергоносителем. Есть целые национальности, у которых, значит, этанольный тип питания. Их в свое время споили, как говорится, старшие товарищи, привозя там огненную воду. И эти национальности, ну, это в основном монголоидная раса, вот, они очень, у них, они слабы на это дело. И у них алкоголь очень легко встраивается в цикл Крепса, в цикл обмена веществ. Он для них вообще действует, как страшно, это наркотик. Ну, буквально стоит им несколько раз алкоголь попробовать, он у них встраивается в цикл обмена веществ, и у них без алкоголя уже возникает ломка. И как обычный человек, если у него в крови снижается количество глюкозы, хочет есть, то человек, у которого в крови снижается, который уже привык к этанольному питанию, снижается количество нотатанола в крови, он хочет вмазать. Без этого у него будет абстиненция, он уже плохо себя чувствует, причем не только на ментальном, на психологическом уровне, а на физическом уже. То есть, это он уже конкретно наркоман. Но, понимаете, какая штука? И это я, ну, отлегся немножко. Я к тому веду, что в долгосрочной перспективе регулярное принятие алкоголя, даже в малых дозах, в малых дозах, оно извращает работу органов и систем. То есть, вот извращает обмен веществ, как я только что сказал, а также извращает работу органов и систем, таких как почки, печень, поджелудочные железа. Они начинают работать неправильно. В больших количествах это вообще ведет и к гепатозам с различным, и к гепатитам алкогольным, и к циррозу печени в том числе, и к очень, к панкреатиту, к различным другим проблемам. Вот. И поэтому, не имея правильный, нормальный обмен веществ, как же вы будете реально контролировать процесс массонабора, когда вы хотите, предположим, набрать мышечную массу и не набрать при этом жира. Да. Давайте подсушиться. Вы не сможете управлять этими процессами, потому что ими будет управлять уже измененная работа всех органов и систем, который извратил прием алкоголя. Вы не думайте, что если вы по чуть-чуть алкоголь принимаете каждый день или часто, что ничего не поменяется. Поменяется, ребят. Это 100%. Алкоголизм, это не всегда, когда бухать хочется, я не знаю, опохмеляться, надираться на ту срачки. Нет. Алкоголизм может быть очень тихий. Человек может долгое время не понимать, что он на него есть. Он просто хочет каждый день выпить бутылочку пивка. Это уже алкоголизм. Просто самое начало. Но он уже есть. Все. То есть, как только у вас появилась тяга к алкоголю, реально тяга, к любому, к слабому, к скрепкому, все. А поэтому не обманывайте себя. Вы можете обмануть других, можете себя даже попытаться вот здесь обмануть, но вы не обманете свой организм. Понимаете? Не обманете. Поэтому, если вы спрашиваете у меня совета, как у доктора, а может ли в какой-то мере поспособствовать алкоголь хоть в какой-то, в плане массонабора, коллекции фигуры, я скажу вам, нет. Потому что он способствует тому, что вы теряете контроль над управлением процессами. Теми процессами, с помощью которых вы хотите добиваться результата. Ну и, в общем-то, как бы на этом я вот тему с аппетитом и с обменом веществ закончу. Вопросы будут, пожалуйста, задавайте. Да? Под видео. Вот. Теперь вторая часть. Это мотивация. Алкоголь всегда способствует изменению мировосприятия и сознания. Всегда. Об этом знают все прекрасно. Для этого это, в общем, алкоголь и принимают. Давайте вот так сейчас определимся. Я сразу скажу, что я лично знаю людей, которые, правда, принимают алкоголь из эстетических соображений. Таких людей крайне мало. И тоже тут важно понять, чтобы вы не обманывали сами себя, что вы там типа гурман и вы там знаете толк в вине. Ребят, если вы не можете определить из какого-то виноградника это вино или страну хотя бы, да, не видя марку вина, то вы обманываете себя. Я сам считаю, что вы в этом что-то понимаете, что это вино хорошее, это плохое. Скорее всего, вы принимаете вино не потому, что вам супер нравится его вкус, а вам нравится прежде всего в сочетании с эффектом. Если вы принимаете гораздо больше, чем 50 грамм, а крепкого там алкоголя больше 20 грамм, то вы уже гонитесь не за вкусом, а за эффектом. Вам не так важен его букет и качество. Я знаю тех людей, которые действительно оценят вине прежде всего компонент, они элемент культуры, элемент вот такого некого шаманизма, связанного с производством вина, с его изготовлением, выдержкой, целая тема. Это как филателисты, которые собирают марки, эти собирают вина, прям вообще это целая тема. Но абсолютное большинство людей этим не занимается в таком серьезном уровне и не являются самеценителями вина, как продукты высокоэстетического. Скорее всего, они ценят эффект. Ну, если он сопряжен еще с каким-то приятным вкусом, то тем более хорошо. Всего-то и навсего. Вот скорее всего, вы, наверное, относитесь к этому, если принимаете алкоголь, то к этому числу людей. Хотя, можете там мануть себя тем, что вы в вине что-то понимаете. Знаете, что это плохое, это хорошее, это не говорит о том, что вы разбираетесь в вине. Давайте уж будем как бы это честно говорить. Все мы разбираемся в вине, абсолютное и большинство людей, как свинья в апельсинах. Только кто-то вообще плохо, а кто-то просто плохо, а кто-то чуть лучше, чем плохо. Вот не более того. Вот это важно понимать. Ну, в плане того, как алкоголь влияет на мотивацию. Если вы принимаете алкоголь чуть больше, чем микроколичество какие-то, чем микроколичество, то он уже изменяет обязательно сознание. Обязательно. То есть, и прежде всего, вы утрачиваете мотивацию. Кто-то скажет, не, 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 не надо. Мотивация, наоборот, повышается. Я вот точно знаю. Например, на какое-то дело у меня мотивация при принятии алкоголя повышается. А как же взять тот энергетический подъем, вот тот вот тонус, выпили немножко вина, там пошли на дискотеку, там, особенно молодые так обсуждают. Да. Смотрите, я сейчас вам все дело поясню. Некоторые функции алкоголь может стимулировать. Например, может он увеличить сексуальное влечение кратковременно. Такое есть. Там принятие малого количества шампанского. Все это прекрасно знают такой вот эффект, значит, вина, там легкого вина. Особенно там игристых вин. Вот. Может также поспособствовать возбуждению. Вы понимаете, возбуждение, вот это вот нервическое такое, психологическое, оно не является таквивалентом повышения работоспособности и тонуса. Нет. Человек может испытать возбуждение, но при этом выполняя какой-то вид деятельности, он может утомиться намного быстрее, если он принял муталкоголь. Если в молодом возрасте компенсации берет свое, человек на возбуждение преодолевает вот это вот угнетение функций и других усталость эту свою, то есть он чисто на эмоциональном подъеме находится, а особенно выполняет то, что больше всего нравится, там танцевать на дискотеке до утра, то занимаясь рутинной деятельностью, работой какой-то тяжелой, например, или физическими тренировками, которые ежедневно происходят в одно и то же время с целью достижения каких-то результатов, однозначно алкоголь только повредит. Все спортсмены знают это. Алкоголь противопоказан, особенно в прессоревновательной подготовке, потому что на результат не выйти. Происходит угнетение функции, потеря работоспособности. Все. Кто-то скажет, а я вот знаю некоторых работяг, грузчиков, они там пока бутылку не выпьют, работать вообще не могут, у них угнетение наоборот без этого дела. Я, ребят, вам об этом уже рассказал. Но если человек алкоголик, то у него алкоголь встраивается в цикл Крэпса, в цикл обмена веществ. Он является главным донором энергии. То есть, как у обычного человека сахара, глюкоза являются главными энергетиками, которые быстро могут дать силы, так у алкоголика является этанол. И поэтому, если они алкаши, то, конечно, пока они не выпьют, они работать не могут. Это как у человека, если нет глюкозы в организме вообще, у него нет сил действовать. У этих пока нет этанола в крови, они тоже действовать не могут. Так что нельзя путать одно с другим. Здесь нужно понимать, откуда, как говорится, ноги растут. Так что реально, в отдаленной перспективе принятие алкоголя всегда вызывает депрессию и угнетение, и работоспособности, и мотивации любой. Поэтому и родилось куча поговорок таких, например, с утра выпил весь день свободен, например. Почему? Потому что если с утра выпил, все, это не потому, что начал продолжать и будешь вести весь день. Нет. Из-за того, что утрачена будет уже мотивация к деятельности, уже ничего не получится. Соответственно, если вы занимаетесь еще какой-то видом деятельности, требующего высокого сосредоточения и контроля, то вы здесь и контроль еще потеряете. Это будет уже небезопасно, собственно говоря, для здоровья вообще заниматься кроссфитом, выполнять тяжелые нагрузки, и когда уже нагрузки становятся очень тяжелые, или работа с максимальными весами идет, или максимальными весами по силовому тренингу, то в какой-то момент отказывает основная группа мышц, и очень сильно подключаются стабилизаторы. И они будут раскоординированы, дискоординированы, и их вот эту координацию изменят алкоголь, и вы можете просто порваться, нанести себе какую-то травму. Почему запрещают в объединении водить машину? Потому что у человека теряются реакции, теряются скоростные, ответ скоростной на различного рода раздражители, теряется реакция, резкость, скорость, восприятие и скорость оценки ситуации. Вот в этом вся, собственно говоря, проблема. Поэтому принятие алкоголя в любом количестве ни в какой мере не способствует занятию спортом вообще. Вот сейчас я ту фразу произнес, которая является истиной, все знают, спортсмены. Но абсолютное большинство людей, которые ходят в фитнес-клубы, они говорят, ну мы же не спортом занимаемся, нам же не нужен профессиональный спорт, мы же так это для себя, поэтому ничего страшного в этом нет. Ребята, давайте будем говорить сам честно. Если вам нужен результат, результат достигается с помощью выполнения спортивных упражнений, спортивных упражнений, то здесь действуют те же принципы, которые действуют в спорте. Правильно, да. Понимаете, они уже однозначно работают и они проверены десятилетиями, столетиями, наверное, проверены. тысячелетиями. Понимаете, если вы достигаете результата с помощью упражнений физических, то алкоголь не поспособствует вам тому, чтобы вы достигли этих целей, если вы будете принимать. Это алкоголь. алкоголь противопоказан спортсменам и если вы используете методы, которые используют спортсмены подготовки своей, то он противопоказан и вам. А вот теперь делайте выводы, когда его можно принимать, в каких количествах, я никого не агитирую за советскую власть. Я высказываю вам свою точку зрения личную и точку зрения свою как врача. Они, в общем-то, совпадают между собой. У кого-то есть другие точки зрения, кто-то говорит, наоборот, это полезно, красное вино, для крови. Я скажу вам одно очень важное мнение очень большого количества людей. Если бы алкоголь не был изобретен так давно, если бы не было мегакорпораций, которые сделали из этого огромный бизнес, то алкоголь, если бы он изобретен был бы сейчас, его бы запретили как наркотик. Это гарантированно совершенно 100%. Иначе по-другому бы никак и не было бы. Точно так же запретили бы и курение, если бы у него не было такой длинной истории, что это уже как бы ну как запретить совсем-то? Да никак не запретить. Потому что в этом заинтересованы вообще-то воротилы, большие бонзы всякие разные, это раз. А два, потому что это уже есть определенного типа культура, в кавычках, которая тянется уже столетия и тысячелетия. Вот так. А если бы сейчас изобрели, то запретили бы точно. Вот это вот абсолютно точное, справедливое мнение. А дальше вы уже выбираете сами для себя, что приоритетно для вас. Но скажу вам, что если вы хотите достигать целей в плане коррекции фигуры, то ваши результаты очень сильно тормознёт принятие алкоголя в любых количествах. Это гарантированно. Сто процентов. Ну всё, друзья. Всем пока. Не бухайте. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»!